Легендарная Зина История медсестры, за которой мстила вся Красная Армия. Кто же такая Зина Туснолобова? Многие женщины совершали воистину героические поступки, благодаря которым мир становился лучше. Но эта девушка не просто изменила мир. Она пожертвовала собой ради других. В том числе и ради нас. Легендарная Зина – пример непоколебимой стойкости и огромного мужества. Не имея рук и ног, 23-летняя девушка била немецких солдат во время Великой Отечественной войны до самого конца войны. Героизм побеждает все. Зинаида Туснолобова родилась в Белоруссии в 1920 году. Позднее ее семья перебралась в город Ленинск-Кузнецкий, где Зина окончила школу и работала лаборантом-химиком. Это была стандартная жизнь самой обычной советской девушки. Днем работа, вечером танцы. А потом, может быть, свидание. На свидание Зину пригласил Иосиф Марченко. Хороший парень, в которого девушка, конечно, влюбилась. Отношения между молодыми людьми развивались по закону того времени. Танцы, походы в кино, невинные поцелуи. Весной 1941 года Иосиф сделал Зине предложение. А она, конечно же, согласилась. Пара начала готовиться к свадьбе. Но планам не суждено было сбыться. Началась Великая Отечественная война. И Иосиф ушел на фронт. Оставаться в тылу Зина тоже не собиралась. Отправилась в военкомат и попросилась на фронт. Однако получила отказ, ввиду отсутствия военной специальности. Тогда Зина поступила на курсы медсестер. И уже в июле 1942 года была зачислена в действующую армию. И направлена сам инструктором в стрелковый полк. На этом заканчивается история обычной советской девушки. И начинается история героя Советского Союза. Летом 1942 года полк, в котором служила Зина, сражался под Воронежем. На поле боя она оказывала помощь раненым. Выносила их на себе из подострела. Уже в первых боях молодая хрупкая девушка спасла не один десяток солдат и офицеров. За это ее представили к ордену Красной Звезды. В феврале 1943 года рота, в которой воевала Туснолобова, третьи сутки сдерживала атаки гитлеровцев, которые пытались вырваться из окружения у станции Горшечной Курской области. В том бою ранили командира роты Михаила Тимошенко. Спасти его было нельзя. Но Зина, еще не зная этого, спешила к нему на помощь. И сама была серьезно ранена. От ранения Зина потеряла сознание, но в какой-то момент пришла в себя и увидела немцев, которые ходили по полю и добивали советских солдат. Попытались добить и ее ударом приклада. Она потеряла сознание, но выжила. Спустя несколько часов, едва подающую признаки жизни Зину, которая вмерзла в снег, нашли советские разведчики. Спасителям пришлось потратить немало сил, чтобы вызволить ее из ледяного плена, после чего девушку доставили в госпиталь. Исцеляющая и вдохновляющая силы слова. Из-за обморожения у Зины началась гангрена. И чтобы сохранить девушке жизнь, хирургам пришлось ампутировать ее правую руку до локтя, кисть левой руки и обе ноги. Зина перенесла восемь сложных и болезненных операций, ведь в то время медикаментов не хватало. Операции проводились с минимальным количеством обезболивающих. Придя в себя после операции, Зина попросила медсестру написать под диктовку письмо любимому Иосифу, которым она просила о расставании, не желая быть для него обузой. И получила ответ, в котором он писал о том, что нет такой беды, которая смогла бы их разлучить. О том, что любит и ждет встречи. За время войны они написали еще много писем друг другу, но именно это придавало ей силы и веру в светлое будущее. Зина привыкла к своей новой жизни, стараясь не терять бодрость духа, а также стремилась подбадривать тех, кто не мог смириться со своей инвалидностью. Будучи изувеченной, она продолжала бороться доступным ей способом, силой слова. На фронте Зина успела прослужить 8 месяцев, сумев спасти с поля боя 123 солдата и офицера, а когда не смогла сражаться, стала вдохновительницей для фронтовиков. Месть, желание поделиться болью. Над военным госпиталем, где лежала Зина, шефствовал танковый завод. Люди выбивали сил, собирали танки для фронта. От усталости люди падали с ног. Тогда Зина и решила обратиться к рабочим завода Уралмаш. Носилки, на которых лежала Зина, внесли в один из цехов и поставили на танк, готовый к отправке на фронт. В своей речи девушка сожалела, что больше не может участвовать в борьбе за победу над врагом и просила рабочих сделать вместо нее хоть по одной заклепке для танков. Ее речь так впечатлила в присутствующих, что впоследствии работники Уралмаша собрали пять сверхплановых танков Т-34 и написали на их броне за Зину Туснолобову. Эта же надпись появилась на стволах, орудиях и минометах, на самолетах, везде, где бойцы получали письма от Зины. Вскоре в Московском протезном институте Зина перенесла еще одну сложнейшую операцию по расщеплению локтевой кости, чтобы впоследствии получить два искусственных пальца. Там же для нее сконструировали лучшие по тем временам протезы, где Зина понемногу училась ходить. А спустя месяц упорных тренировок после операции она уже смогла брать кружку, ложку и даже научилась писать. Она писала письма на фронт нашим бойцам, рассказывала о своей истории и призывала отомстить за нее и за тех, кто погиб от рук немцев. Ее письма опубликовали на фронтовой газете «Вперед на врага», которую читали в окопах и блиндажах. Ее слова заставляли верить в победу и в себя даже тех, кто ее отчаялся. Зина стала для солдат символом всех искалеченных и измученных советских бойцов, чью жизнь сломал фашизм. И они пстили. Наконец пришла победа. Начиналась мирная жизнь. Иосиф и Зина воссоединились и не расставались больше никогда. В 1957 году Зинаиде Михайловне Тустолобовой присвоили звание Героя Советского Союза, а в 1965 году ее наградили медалью Флоренс Найтингейл, английской сестры милосердия. Она стала третьей советской медсестрой, удостойной этой почетной награды. Зина Тустолобова умерла в 1980 году в возрасте 59 лет. Но память о ней жива и сегодня. Именем Зинаиды Михайловны Тустолобовой Марченко названы улицы в Ленинску-Детском и в Полоцке. Полоцкий медицинский колледж, а также открыт музей квартиры героини. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова